А, я хочу рассказать, как я сегодня менял батарейку в телефоне в Израиле. Это просто комедия. Но для начала на правах рекомендаций получил я посылочки. И хочу порекомендовать вот такие фиганские наушники. Уже взял их, наверное, штук 8 разным знакомым себе. Они вот такого плана. Просто они особенные, поэтому стоит того, чтобы напомнить об этом. Это костные наушники, которые деваются как душка. Они не закрывают уши, поэтому они не мешают. Сделаны очень качественно. И они полный аналог, если кто знает, фирмы Aftershocks. Но если Aftershocks стоит 400, 500, 600 шекерей, то эти стоят 72-73 доллара на Алиэкспрессе. Если брать по скидке, а скидки они часто бывают, то можно заказать, и оно того стоит. Вот, они называются... Как они называются? BC01. Вот так вот. Hi-Low. Название фирмы есть? Неважно. Короче, BC01-190 их найдете. Hi-Low. Вот. Вот так. Вот. Еще прислали датчики. Вот такие датчики стоят, по-моему, по 2 или по 2,5 доллара. Они офигенные. Они наклеиваются на дверь. Сейчас покажу. Вот. Одна половинка на двери, вторая на косяке. Вот. При закрытии они посылают в телефон сигнал. И телефон делает пи-пи. Неважно, две человек находятся, он сразу видит, что у него дома открыли дверь. Вот удобно за 2 доллара. Ну и теперь сама история. Значит, у меня телефон Samsung Note 20. Очень удачный. Даже если бы я на сегодняшний день брал новый телефон, я бы, наверное, взял такой же. Он сейчас стоит уже полторы тысячи и как бы вообще ничем не уступает по большому счету современным. Вот. Так вот. Батарейка у меня вдруг стала очень мало держать. Ну, буквально там, не знаю, полчаса выключалась. Ну, это полбеды. Я уже начал смотреть, сколько стоит батарейка. Там она стоит 50 шекерей. Думаю, закажу, сам поставлю. Ну, раскрывать его там целая история. Думаю, может быть, с установкой просто в Израиле заплачу. Посмотрел там 200 шекерей. Думаю, ну ладно, 200 шекерей там и поставят батарейку оригинальную. И закроют, как положено, чтобы все свойства сохранились. Там все как надо, оборудованием правильным. Черт с ним, думаю. Наверное, я где-нибудь час по дороге поставлю. И, значит, она у меня сегодня... Телефон со 100% ушел в ноль практически минут за 15. А потом смотрю, он у меня вообще вздулся и раскрылся сам по себе. Вот, за счет того, что батарейка раздулась. А сегодня у нас короткий день, завтра праздник. И это я начал срочно обзванивать магазины. Здесь такая батарейка. Оказалось, что большинства магазинов нет. Есть только где-то в Петахтик, в Евроанане. А я был в Ришине на этот момент. И потом я нашел у одних в каньоне завтра, они говорят, 350 шекерей. Я думаю, ну это что-то перебор 350. А потом у других смотрю на сайте 198. Они говорят, да, приходи, мы тебя поставим. В том же в каньоне. Я, короче говоря, прибегаю в этот каньон. По дороге мне попались еще несколько, пока я их нашел тех. Я у всех спрашиваю. И все говорят, эти же, которые 350, там же оказалось, что они находятся. Они говорят, 350, давай мы тебе за 300 сделаем. У нас оригинальная, вообще супер-пупер там это. Ладно, я пришел, в конце концов, к этим, которые 198. Они взяли мне телефон. Говорят, ай, у нас нет такой батарейки. Потом я пошел дальше. Смотрю, у меня одни говорят, за 200 мы тебе, вот у нас оригинальная, прям коробочку показали. Все, мы тебе за 200 отдадим батарейку. Я говорю, вы поставите? Да, конечно, поставим. Говорю, ну давайте, ставьте. Они у меня этот телефон раскрыли. Все разобрали, вытащили мы батарейку. Потом говорят, а у нас нет такой батарейки. Как нет? Ну нету, вот, говорит, все, обошли, ни у кого нету. Оказалось, что там все магазины, они как бы обмениваются, все точки, обмениваются между собой компонентами, чтобы не держать всем в наличии для всех моделей компоненты. Там те же батарейки. Они, собственно, держат каждый что-то свое и обмениваются при необходимости. Но тот, кто мне предложил за 350, он уже знал, что мне нужна эта батарейка именно для этой модели телефона. И поэтому, когда те, которые за 198 предлагали поставить, пришли к нему за батарейкой, эти ему сказали, что у них нет такой батарейки. И те мне отдали телефон раскрытый, как бы, вот как он есть. Сказали, ну вот нету, нету, на тебе раскрытый телефон. Вот, в конвертик сложили и все. Я пошел туда, где 350, он мне за 300 предлагал в итоге. Я говорю, ладно, у вас оригинальная батарейка, давайте за 300. Черт с вами, ставьте, чтобы мне на выходные без связи не остаться. Что делать? Нет выбора. Он говорит, давай. Он у меня забирает этот телефон, значит, в этих конвертиках, уже раскрытый. И говорит, иди погуляй 20 минут, потому что у нас сейчас нету здесь батарейки. У нас ее должны со склада принести, сейчас через 20 минут ее принесут. Я не понял, как это принесут через 20 минут, но я говорю, окей, я тут. И я так дошел в Суперфарм. Только я захожу в Суперфарм, и я так думаю, сейчас я приду, а мне закроют какую-то левую батарейку вообще. А оригинальная она должна идти в коробочке, там это мне показали оригинальную, на примере, там, для другой модели, Samsung. Я возвращаюсь туда, 5 минут не прошло, я из Суперфарма выхожу, обернулся обратно. Смотрю, а он уже закручивает. Да, да, говорит, уже принесли, вот я ее уже закручиваю. Я говорю, а можно посмотреть там упаковку от нее, там, что-то это. Нет, говорит, мы уже все выкинули, какую упаковку? Мы нам не только оригинал ставим. Все. То есть, как бы, все, собственно. Ну, ну, что сделаешь? Он мне закручивает эту батарейку, значит, закрывает телефон, отдает мне, счет мне выписывает. Я прикладываю, ну, значит, это вот, расплачиваю, прикладываю телефон этот же. И только я отхожу от них, смотрю, у меня в телефоне вылезло оповещение, что стилус не обнаружен. Написано, вы стилус-то вставьте обратно. А стилус обратно уже, ну, внутри, как бы, то есть датчик не чувствует, что этот стилус вставлен. Я возвращаюсь к ним обратно. Я говорю, а у меня стилус не вставлен, он его не видит. Тот мне говорит, сейчас посмотрим. И открывает этот телефон прям рукой. Прям вот рукой, как у него в руках он был, прям рукой открывает крышку. Как будто она не приклеена. Я смотрю, там ошметки старого клея больше нет. Ничего. Я ему говорю, а вы, как бы, не должны очистить, вот, клей новый, как бы, положить. Нет, нет, говорит, это все нормально, это этот же клей, там, это. Я говорю, а как это, а как вот под вода будет попадать, водостойкость, как бы, пострадает. Он говорит, ну, это новый телефон, значит, от воды защищен. А после вскрытия уже какая водостойкость, уже все, как бы, тебя вскрывали, когда после ремонта, замены батареи уже нет водостойкости. И все на чистом глазу, как бы, такое. В итоге он перезагрузил телефон, вроде бы пропало сообщение о том, что стилус не вставлен. И он мне сложил вместе, прогрел, придавил, отдал обратно с этим клеем, ошметками, как оно было. Я, я втошел 10 метров, смотрю на чек, который он мне дал. Там написано 350 шекерей, а не 300. Я в него опять возвращаюсь. Я говорю, ты с меня снял 350, мы договаривались 300. А, ну да, хорошо. Раз он мне 50 шекерей, типа, вернул. Я бы приложила только телефон, там, приложение, вроде как, 50 шекерей зачиталось обратно. И, в общем, вот такая история. То есть, по итогу за 300 шекерей, это почти 100 долларов, да, сколько там, получается, долларов 80. Мне поставили фиг знает какую батарею. Клей даже не положили на этот телефон, перелепили его и отдали. Такой вот, поздравили, сервис для телефонов Samsung, это, конечно, 6. Уже хотел закончить запись, а тут смотрю, что-то у меня приоткрыт телефон. Думаю, что-то, что-то, что-то. А тут, а вот, что тут. Весело, да? 300 шекерей стоило. Это я сейчас должен открыть, все это протереть. Ну, ладно, я хоть электронщик. У меня, наверное, найдется клей специальный с Алиэкспресса, который для такой техники. Но, ну, блин. Это ремонт за 300 шекерей. А, вот так вот. Спасибо.